Всем огромный привет! Сегодня снова выходные, субботний влог. И у нас снова день сурка. Мы в 8 утра сегодня проснулись. Не знаю, что-то у меня старший никак не может поспать подольше. Говорю ему, суббота, давай отсыпайся всё-таки от будничных дней, от школьных. Но он почему-то, не знаю, встаёт в 8 утра и говорит, я больше спать не хочу. Так что мы его отвели на танцы, снова идём за молочкой. Матюха уже спит. Ну и так, сегодня опять будет спокойный день, мы одни дома. Так что будем проводить его в домашней обстановке. На улице очень плохая погода, какая-то изморозь, всё захмурено. Сходила я на молочную кухню, забрала наше питание. Хотела сказать, своё. Зашла в магазин, надо было у Максима купить 3 тетради по математике клеточку. В общем, у него закончились, поэтому надо было докупить. Какие-то звуки страшные издаёт какой-то агрегат, там, не знаю. И знаете, что я купила? Я, кстати, очень давно хотела то, что Ковина, вот такая, твистер. Раньше она называлась у нас Софи с Твиста, а теперь это такая вот твистер. На самом деле, давно хотела её купить. Но как-то мне не нравится то, что в ней очень-очень такой плотный проволока. Не знаю, там, проволока или это что, или какой-то пластик мягкий. Ну, в общем, взяла коричневую. Думаю, под цвет волос подойдёт. Там разные цвета, и золотой, серебряный, какие-то там цветные. Но мне как-то бы это не нужно. Хочу всё сделать при помощи этой штуковины пучок себе попробовать. Не знаю, получится у меня или нет, потому что волосы ни одной длины. И, конечно, получается, они всё время выскакивают, какие-то пряди. Но мне очень-очень давно хотелось, и как-то я встречала их уже очень давно в магазинах. И тут вот вспомнила, что есть эти штучки. Матведь засыпает. И решила прикупить. Ну, в общем, думаю, лишним не будет. В крайнем случае, если волосы подлиннее отрастут, то нормально. Сделать можно будет пучок. На улице вообще такая бяка, если честно. Изморозь, какая-то не такая погода, влажная. Я на самом деле люблю, чтобы было сухо, пусть даже холодно. И я не люблю, когда на улице более-менее тепло, но сыро. С сырости всё-таки намного холоднее, намного противнее. Видите, у меня даже пара идёт. Поэтому нет. Погода такая не для прогулок. И детей, кстати, очень-очень мало. В основном гуляет мама с колясками. Ну, детки, которые спят в колясках. А вот таких вот побольше детишек нет. Площадки пустые. Но взрослых, как всегда, много. Все бегут по магазинам, по каким-то ещё делам. Так что будем сегодня заниматься, как обычно. Чем мы будем заниматься? В общем, мы сейчас будем, придём домой, доделаем уроки. Потому что вчера мы не успели этот концепт сделать. И просто будем тупо отдыхать. Не знаю, как ещё можно это объяснить. Потому что я уже... У меня, кстати, есть фильм один, который я давно хотела посмотреть. Но нет времени. Может быть, днём, пока Матвей будет спать, я всё-таки посмотрю. Это кино. Вот. Что ещё? Ну, в планах что-то ещё опять испечь у нас. Наверное, опять-таки что-нибудь попроще. Что-то не хочется ни с чем возиться. А тем более я одна с пацанами. Вот. Поэтому на это времени тоже нет. И сейчас пойду ещё схожу в магазин. Надо дать Максиму обувь в ремонт. Срывает застёжки на молнии. И, получается, потом не может застёгивать. Поэтому надо пойти сделать. И на выходные как раз, чтобы потом школу одевать. Ладно, в общем, пойду я относить обувь в ремонт. Ну, и как раз время подойдёт уже, чтобы пойти собрать Максиму. Надеюсь, у нас всё не обойдётся без его кровоизлияния и износа. Потому что я пришла за ним в пятницу. Учитель сказал, что у него в пятницу аж три раза кровь шла из носа. Блин, меня, если честно, это просто шутка напрягает. Мы уже купили аскарутин. Пьём. Не знаю, поможет он нам или нет. И вот в понедельник, в общем, на неделе займусь его походом к лору. Потому что это, конечно, уже совсем прям никуда не годится. Это очень плохо. И нужно с этим что-то делать. Так что будем ходить по врачам. Благо, у нас есть врач здесь. Лор. Хороший. Ну, правда, это, конечно, всё по платным услугам. Потому что в поликлинику я к лору идти не хочу. Который у нас там остался врач. Это тот врач, который мне не нравится. Вот. Поэтому уходим к платному. Так что будем решать эту проблему. Ладно, встретимся с вами потом. Чуть позже в течение дня. Поднесла я обувь. И пока есть минут 10-15 до конца занятий, решила дать кружочек вокруг школы. Немножко с вами поболтать. Знаете, дело в том, что тут мне как-то недавно... Всё, деревья капает. Тут как-то недавно я просмотрела свои видео. Именно влоги. И заметила, что они чересчур длинные. У меня к вам вопрос. Вас не утомляет смотреть такие длиннющие видео в полчаса, в минут 20. Потому что, как-то меньше, у меня не получается снимать. Ну, не знаю. И у меня как бы возник сразу к вам такой вопрос появился. Может быть, мне стоит урезать свои видео. И, наверное, минут на 15 хотя бы. И сделать их либо поменьше, либо просто... Может, я болтаю много в них. Я не знаю, почему они получаются у меня такие длиннющие. Ну, в общем, у меня к вам вопрос. А устраивает ли вас длина моих видео? Именно влоговых. Либо всё-таки их укоротить. Потому что, ну, не все, наверное, любят смотреть такие длинные видео. Да? Или не у всех есть время на это. Так что жду от вас тоже комментарий на эту тему. Как-то я уж очень этим вопросом прониклась. И меня действительно он очень сильно волнует. Вот. Ну, и сейчас хочу вам немножко пожаловаться. Это, конечно, поймут только, наверное, мамочки. Потому что я знаю, что меня смотрят и молодые девочки, у которых ещё нет деток. И как бы, ну, сейчас загружать, конечно, я этим не буду. Но так, да, знаете, наболело, накипело. Когда я остаюсь одна с детьми, это просто какая-то, я не знаю, суматошная такая становится ситуация. У меня получается, что завтракаем мы все вместе. И завтракаю я сама в самую последнюю очередь. Я сначала кормлю, естественно, мелкого самого. Потом кормлю, готовлю завтрак Максиму. И потом уже, когда уже дети все накормлены, я сажусь кушать сама. И у меня получается так, что если я ем, то обязательно это урывками, это закидывание еды из тарелки одной рукой, еле-еле там что-то перехватывая. Потому что Матвей начинает то лезть, то где-то его бежишь, подхватываешь, чтобы он не упал. Потому что, естественно, он рядом со мной всё это делает, да, ползает где-то там, встаёт, что-то делает. Как бы в комнате я его оставить не могу без присмотра. Поэтому он со мной на кухне. Естественно, его приходится чем-то занимать. Где-то он лезет, нужно бежать, подхватывать, чтобы он, допустим, если там вижу, падает, подхватить. Получается так, что я, ну реально, я ем урывками, ухватками по 5 минут. Ну, то есть спокойно, чтобы сесть позавтракать или вообще просто сесть покушать или попить кофе. Я не знаю, это прям надо, только вечером я могу этим насладиться. Когда, знаете, дети уже спят. И вот у меня есть вот эти вот спокойные минуты, когда я могу просто сесть, никуда не отрываясь, никуда не вскакивая. Просто сидеть и пить или есть. Это меня реально поймут только мамы, которые есть детки до года. И иногда я просто действительно начинаю срываться по этому поводу. И муж это видит. И начинает просто забирать ребенка. Говорит, давай, я посижу с ребенком, посадись, нормально, поешь. Так что не бойтесь просить помощи. Это нормально, когда маме реально все это вот, это вот, долгодня, вот это вот, не знаю, суета, сует. Просто иногда начинает надоедать. Потому что это все каждый день одно и то же. И ты от этого просто устаешь. У меня реально такое бывает иногда. Поэтому я просто прошу мужа, я говорю, возьми его. И меня минут 15 вообще просто не трогайте. И он пока сидит с ребенком занимается, я спокойно сижу, смотрю какие-нибудь видео девчонок. Потому что только так я смогу посмотреть девочек. То есть пока либо кушаю, либо глажу. Иначе просто так вот, чтобы сесть, спокойно посмотреть что-то, я не могу. То есть я это делаю с каким-то параллельным делом еще. Вот. Вообще вот мамочек мне очень тоже хотелось бы спросить, как вы вообще... Чуть телефон не упал. Блин. Как вы относитесь к тому, что иногда бывают, да, у мам такие небольшие срывы. И как вы считаете, нужно ли об этом говорить своим родным? Я понимаю, что это иногда получается не к месту. Это получается иногда как бы некрасиво. Потому что, ну, вас, да, никто не заставлял рожать детей там, да, и так далее. Как бы это все идет осознанно. И вы понимаете, что заботы, все хлопоты будут лежать на ваших плечах. И хочешь, не хочешь, но надо успеть крутиться, особенно с двумя детьми. Меня просто иногда выматывают эти дни. И считаешь того, что будние дни это уроки старшего, которые меня постоянно выбивают из сил. Я, не знаю, я после уроков, я просто как выжатый лимон. Я ничего не хочу. У меня жуткий какой-то депрессняк начинается. Потому что это, это жесть просто, это жесть. Вот, да. В общем, вот так вот я вам немножко жалуюсь. Но я думаю, что это как бы нормальное явление. Когда просто хочется... Правда, у меня как-то тут на неделе у меня было, знаете, такое. Просто хочется выйти из квартиры, закрыть дверь с той стороны и обо всём забыть. Просто уехать куда-то на целый день и не вспоминать про эту рутину, про эти домашние дела, про готовку, про уборку, про глажку, про уроки, про заботы какие-то. Короче, я не знаю. Иногда это бывает. Я считаю, что это нормально. Просто хочется узнать, как вы с этим боретесь. Что вы для этого делаете, чтобы как можно меньше это было всё. Ну, это вообще, конечно, такая тема отдельного видео, наверное. И я, конечно, в своём влоге не очень хочу этим загружать. Ну, и вообще, конечно, это не очень хорошо, когда в семье начинаются такие вот напряжённые моменты. И это сразу ощутимо и для родных, и детки это чувствуют. Поэтому я, конечно, стараюсь не показывать такое своё состояние. Но как-то иногда бывает прям совсем тяжко с этим справляться. Поэтому у меня супруг тоже меня видит, он чувствует. Я просто беру, отдаю ему ребёнка, допустим, на прогулку. Он уходит с ним гулять, а я два часа просто наслаждаюсь своими делами, спокойствием и тишиной. Ладно, мы идём за Максимом. Время уже подошло. Так что идём, забираем Максика. Может быть, ещё немножко погуляем. Диалог с вороной. Она тебя понимает? Это ёлочка. Она же только что дрожила. Где она? Залезла под жёблочко. Максим всё пытается её спугнуть. Всё, она на тебя уже не смотрит. А, она глупая. Ну, 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 ну. Давай, давай, давай. В общем, пришли мы домой, время уже полтретьего. Мы пообедали на улице, и как-то уж очень влажно и от этого прохладно. Поэтому, в общем, мы замёрзли и пришли домой. Мы перекусили, выпили горяченького какао с творожком, с печеньем, а Матвей её накормил кашей, и мы открыли кинетический песок. И первым делом, Максим, какой у тебя сразу ассоциация с этим песком? На что он похож для тебя стал? Батончик. На шоколадный батончик Ротфронт. Ну, он такой по консистенции, когда он плотный и сбитый, он, правда, чем-то похож. Но потом, естественно, когда он рассыпается, это уже совсем другая консистенция. Он сейчас сидит, что-то там лепит из него. Сейчас вам покажу. Что ты делаешь? Гараж. В общем, вот видите, вот он. Вот так вот он у нас расплывается. Что могу сказать по ощущениям? Ну, на обычный песок, да, он не похож. Чем-то он похож на такой морской песок, мокрый. Вот именно, знаете, как на пляже песок сырой, постоянно которого лепим какие-то формочки, фигурки. Ну, вот он прикольный тем, что он вот так вот рассыпается. И, наверное, можно здесь вот посидеть, полепить для успокоения нервов. Я думаю, что, наверное, я этим песочком буду чаще заниматься. Если вдруг мне начнется какой-то депресняк маленький, я начну, буду садиться так вот за песок этот, мять его. В общем, релаксирует. В плане пыли и грязи, да, от него нету. Даже если что-то попадает, то есть, выпадает из-за, ну, в нашем случае это поднос, то, в принципе, легко собрать. И он не остается на руках, то есть руки совершенно чистые. Небольшие крошечки есть, но они отряхиваются, в принципе, нормально. Так что, нормально такой максимумки выпало. Запах практически никакого не имеет, но все-таки чуть-чуть небольшая отдушка какая-то, ну, не отдушка, а какой-то запах немножко есть, но он практически незаметен. Так что, вот, дитё развлекается пока. Уроки мы уже доделали, так что теперь все выходные свободные. Я, кстати, в Икеа очень давно уже покупала вот такой большой поднос, с надеждой на то, что мы будем с мужем носить друг другу завтрак в постели, или, там, кофе в постели приносить, чай. Но, как показало время, в общем, у нас как-то не хватает на это время, и с утра у нас не получается завтракать в постели. Ну, с этими, по-моему, это вообще нереально. Так что, долго очень время он у меня стоял без дела, на балконе лежал, и когда я занималась декупажем, у меня было такое желание его задекорировать как-то. В общем, тоже до этого дела не дошло. И смотрите, я какое нашла ему применение. Вот в том голубом предыдущем подносе как-то очень мало места, и песок, получается, всё время просыпается из него. А тут место для творчества как раз, мне кажется, идеально. И он такой довольно-таки большой, видите, вот. Сын уже взял кусочек железной дороги киевской деревянной и делает мост из него. Так что, я думаю, вот как раз вот этот поднос, он идеально подходит для занятия с песком. И, оказывается, этот песок нужно хранить в контейнере. В общем, ещё буду искать контейнер для него, чтобы его закрыть потом и убрать. Так что, если кто-то тоже думает, куда использовать эти большие подносы и лежат без дела, вот. Мне кажется, отличное применение для этого. Смотрите, как классно насыпается. Ну, Макси ж уберём, да? Смотрите, прям крупиночки так. Даже не рассыпается, он прям как-то перекатывается. Очень круто. Даже просто, мне кажется, смотреть на него здорово. Вот, смотрите, до чего доигрался у нас ребёнок. Всё начиналось просто с железной дороги. И в итоге у нас такой превратился в маленький городок. Железная дорога, заправка. Тут всё, он захотел сделать вулкан. Банк стоит возле железной дороги. Вагоны, платформы, всё как надо. Везде светофоры, фонари, ограждения. Даже вот маленький мусорный бак стоит у него. Все знаки, вперёд, тут вот, стоп. Где тут ещё что-то есть у нас? Симополь, светофор. И вот у нас даже здесь колонки. Тут обозначается, тут сколько, как будто бы, в общем, сколько... Да, табло, сколько стоит бензин. Ну, и тут такая лесопарковая зона. В общем, вот так вот можно развиваться с этим песочком. И, кстати, очень хорошо для этого подошёл этот большой, огромный поднос. Слушайте, с вами прощаюсь. Говорю вам до следующих встреч на моём канале. И хочу увидеть вас в следующих видео. Спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok